Биография Марии Эвдуарти, в замужестве сменившей фамилию, содержит ряд неподтвержденных и исторически непроверенных дат. Вероятно, она родилась в мае 1919 года, сомнительное свидетельство о крещении удостоверило этот факт. В книге Лара Зон де Мивида, опубликованной в середине 1950-х, женщина не вспоминала о детстве, родителях и членах семьи. По свидетельствам уроженцев местечко под названием Лос-Тольдос, она росла в доме Хуаны и Баргурин вместе с четырьмя другими детьми. Отцом будущей жены президента считался фермер Дуарти, имевший законную супругу в провинциальном городке. Мать, служанку с хорошей фигурой, доставшейся от предков басков, он не баловал. Тем не менее, в юном возрасте Эва получала подарки, игрушки и шелковые платья скрашивали унылую жизнь. Смерть родителя, не справившегося с управлением автомобилем, вынудила девочку утратить веру и надежду. Хуан Дуарти в завещании не упомянул детей-любовницы, и женщина с многочисленным потомством осталась без крыши над головой. Она устроилась на тяжелую и малооплачиваемую работу в поселении, где обстановка была чужой. Глядя на унизительное положение матери, Эва втайне решила, что сделает все, чтобы в будущем не повторить такую судьбу. Окончив начальную школу в середине 1920-х, она вступила с социумом в ожесточенную борьбу. В отличие от сестер, умудрившихся найти состоятельных супругов, девушка без посторонней помощи вошла во взрослый мир. Кинематографическое искусство, способное принести популярность, уроженка аргентинской деревни выбрала как ориентир. Оставив неблагополучное семейство, Эва уехала в Буэнос-Айрес и устроилась в актерскую труппу, гастролировавшую по городам. Второстепенная роль на сцене небольшого театра комедии помогла девушке приобщиться к интеллигентным культурным кругам. Взяв в качестве псевдонима фамилию биологического родителя, дебютантка надеялась произвести впечатление на авторитетных людей. Однако отсутствие образования и специальной подготовки помешало ей стать героиней тематических газетных статей. Только после того, как Эва Дуарти переквалифицировалась в модели, ее фото появилось в журналах, посвященных театру и кино. Несмотря на подобные публикации и незначительный успех в рекламном бизнесе, будущее юной актрисы не было определено. В юности Мария Эва Дуарти мечтала о счастье в личной жизни, став актрисой, она завоевала внимание многих аргентинских мужчин. В поисках настоящего чувства девушка отвергала поклонников, ссылаясь на ряд довольно глупых и неубедительных причин. После знакомства с Хуаном Пераном ситуация изменилась, женатый полковник с привлекательной внешностью ее молниеносно покорил. Уроженка провинции с замиранием сердца следила за каждым движением и вникала в смысл каждой фразы, которую он произносил. В октябре 1945 года Эва удачно вышла замуж и всецело погрузилась в общественно-политическую борьбу. За любовь и преданность, которую ей подарил президент Аргентины, бывшая модель и актриса искренне благодарила судьбу. В профессиональном плане Эва Дуарти смогла реализоваться на радио, она участвовала в рекламе мыла и спектаклях по мотивам известных пьес. Со временем кинорежиссеры оценили талант актрисы и решили, что она вполне способна вызвать у зрителя интерес. В конце 30-х, когда в Германии появились Ева Браун и Адольф Гитлер, девушка из Аргентины стала любимицей публики и звездой. В постановке «Героини в истории», основанной на жизни великих женщин, она покорила радиослушателей выдающейся профессиональной игрой. После знакомства с полковником Хуаном Пераном на тематической вечеринке Эва пришла на канал Бельграна как ведущая политических программ. Открывшиеся жизненные перспективы помогли амбициозной актрисе упрочить авторитет в культурном обществе и придумать новый жизненный план. Связь с кандидатом в президенты обеспечила блестящее будущее, включавшее съемки в фильме «Расточительница» в середине 1940-х годов. Драма, основанная на книге Педро Антонио де Аларкона и Ариса, демонстрировалась в кинотеатрах густонаселенных городов. Арест Хуана Перона в октябре 1945 года перевернул жизнь Ев и миллионов обычных людей. Движение за его освобождение освещалось в средствах массовой информации, имя актрисы упоминалось в ряде агитационных статей. Вопреки распространенному мнению, в молодости Эва Дуарти не интересовалась политика и судьбой собственной страны. Данные об участии женщины в движении безрубашечников, или дискомиссадос, были в целях формирования имиджа ощутимо искажены. Только поле удачного замужества Эва Перон проявила инициативу и стала бороться за права женщин, обремененных тяжким трудом. Бывшая актриса заслужила доверие представительниц среднего класса, в обществе ее называли очаровательным вождем. В Буэнос-Айресе, где позже жил революционер Чо Гевара, супруга президента Перона считалась законодательницей МОД. Слухи о каждом шаге так называемой «женщины цвета танго» с легкой руки журналистов мгновенно уходили в народ. Эва стала связующей нитью между государственным деятелем и избирателями, это привело к ряду конфликтов с членами аристократических кругов. Не имея правительственной должности, красавица, произносившая речь и осуществлявшая прием граждан, приобрела сильных врагов. В такой ситуации Аргентина нуждалась в международной поддержке, Ева в роли посла мира отправилась в дипломатическое турне. Визиты в Испанию, Португалию, Монако, Италию и Францию принесли ощутимую пользу внутренне ослабшей стране. Заслугой выдающейся женщины считалось создание фонда, призванного оказывать поддержку сотням нуждающихся людей. На средства благотворительной организации, процветавшей в 50-е годы, строились общественные учреждения и жилье для малоимущих семей. В начале 50-х у жены президента обнаружили рак матки. Болезнь помешала воплощению перспективных планов и идей. Тем не менее, на протяжении отведенного судьбой времени Эва Перрон оставалась кумиром миллионов людей. Неудачная операция стала причиной мучений, предшествовавших смерти в 1951-м. Эвито навсегда покинула жителей страны. Ее последние распоряжения о похоронах в фамильном склепе были проигнорированы мужем и лицами первой величины. Тело бывшей актрисы подверглось процессу бальзамирования, к гробу стекались паломники на протяжении нескольких лет. Песня «Не плачь по мне» Аргентина спустя пару десятилетий рассказала историю женщины, покорившей культурный свет. В середине 50-х, после свержения правительства Хуана Перрона, гроб с останками первой леди тайно вывезли из страны. В 70-х прах Эвито торжественно вернули на родину и перезахоронили в могиле 10-метровой глубины.